Капитальный ремонт детского центра творчества огниво завершается. Обновлять его начали в январе текущего года. Сегодня с результатами проделанной работы ознакомилась депутат Государственной Думы России Альфия Кагогина. О том, насколько преобразилось здание, более подробно расскажет моя коллега Лесянга Патрашидова. Вы педагог именно вот этой школы, этого центра, да? Эльмира Абзалова уже готовит учебный класс к Дню Знаний. В планах 1 сентября открыть после капремонта молодежный центр «Огниво». Очень рада, очень. Прямо, знаете, такое здание стало светлое, красивое. Я думаю, что детишек еще больше будет ходить. К нам и так много детей ходит, но сейчас, я думаю, после такого ремонта детей придет очень много. Так что всем родителям желаю новому учебному году успехов, и чтобы их дети тоже развивались и приходили в наш центр. Несмотря на свой отпуск, депутат Госдумы России Альфия Кагогина приехала проконтролировать, как идет ремонт объекта. Центру детского творчества «Огниво» 40 лет. За это время в учреждении ни разу не проводили капитальный ремонт. В здании не работала вентиляционная система совершенно, окна требовали замены, двери требовали замены. В рамках капитального ремонта в учреждении дополнительного образования обновили практически все. «Инженерные сети полностью 100% менялись, подтопление у нас было здесь, пришлось и колодцы вскрывать. Спасибо городу у нас, что они благоустройство сделали, на себя груз такой ответственности взяли. По новым современным требованиям антитеррора как раз забор ограждения здесь сделали». Также в целях безопасности установили дополнительные системы контроля и управления доступом. Полностью обновился дизайн центра детского творчества. Рядом со зданием сделали парковку. Для детей с ограниченными возможностями установили пандус, предусмотрели беспороговую систему, санузел. «Тот учреждение, первое, которое у нас капитально отремонтировано сегодняшнее». «Ну что, с почином надо спокойно, как говорится, идти планомерно, спокойно, профессионально, командно идти к той цели, чтобы все у нас учреждения дополнительного образования выглядели таким образом». Осталось доделать отмостки и дождаться мебели для актового зала, пола, гардеробов и кабинетов. «Полторы тысячи детей, которые приходят сюда, они, конечно, должны иметь хорошие условия для учебы. В том числе и особенные дети, дети с инвалидностью. В этом здании все предусмотрено для того, чтобы дети могли получить дополнительное образование, что немаловажно, бесплатно за счет государства». Совсем скоро оценить обновленный центр детского творчества «Огниво» смогут сами воспитанники и их родители. Лисанга Бдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные, Челны.